Молодые люди, считали эту книгу, нет? Библия? Нет, пока нет. Ну, раз не считал Библию, надо считать, достань её. Тогда ты будешь вести себя по-другому. У тебя будет... У вас будет цель жизни. А так никакой цели нет. Тут блудная рулетка. Тут приходят люди, которые учатся блудить непрерывно. Это Содом и Гаморра. Тут сто процентов почти подогнали. Голые мужики 50% валяются. Какой 50%? Это процентов 70 их. А процентов 80 мусульмане. Самое блудливое племя. Как дела ваши? Откуда с вами родом? Как дела? Когда человек знает Писание и живёт по заповедям Божьим, дела его идут только вверх, к небу. Я за вас рад. А сами родом откуда? Вам нужен наш род? Или знать, где хотите, нахожусь сейчас? Нет. Именно где родились. А вам зачем это? Вам это ничего не даст? Это пустой разговор. Может, да интересно, где сейчас нахожусь? Тогда понятно. Узнать время там что-то. А где я родился? А я в Африке родился. На самом Пуповине, там наверху. Ещё из этого. Что вам скажут? Александрия, она уже не наша. Где поселиться можно, кто не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. А в какой деревне вы живёте? Алтайский край. Посёлок Потеряевка. Вам там нравится? А вы запишите наш YouTube-канал. Там всё есть. Называется «Во свете Библии». Как? «Во свете Библии». Во свете Библии. То есть «Во свете» Свет идёт. Во свете Библии. Вы там давно уже сидите? Запиши. 88 дней. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Я поняла вас. Вот вы запишите. В ВКонтакте вы есть? Что? Что? В ВКонтакте. В ВКонтакте. Я не захожу. Там есть у меня страница, но администрация ведёт его. Вы по скайпу можете меня найти сразу. Игнатий Лапкин. Я один на интернете. Всё, я поняла. А вы тут уже давно? Повторите. Повторите. Вы тут уже давно сидите? 88 дней. Мы уже... Здесь я нахожусь. Людям говорить о Христе. Уже 450 роликов составлено. А кто вас зарегистрировал? А тут нет регистрации. Это... Для этого не требуется. А вы знаете, кто составил рулетку? Не поняла. Школьник. 17-летний двоечник. Андрей Терновский. Он говорит, у меня были одни двойки. Экзамены не сдать. Я стал думать. И придумал. Придумал. Не слышно? Не слышно. Я говорю, он двоечником был? Я не пойму. О, у нас с курящими не разговаривают. Нельзя это делать. Нельзя это делать. Это неуважение к себе. Поговорим тогда. Чё, как черви подземные. Такие есть черви подземные. Вылезь оттуда. Поговорим. Давайте так поговорим. Я не хочу так. А я с кем разговариваю? С одним ухом справа? Вот так вот. Ну, так получше будет. Мы проповедуем Слово Божие, Евангелие. А я атеистка. Атеистка. Это означает дырка в бублике. Ничего больше нет. Это в голове. Вылезь оттуда. Нормально. Опять спряталась. Честный человек не прячется. Запомни это. Прячутся те, кто алименты не платит. Поэтому человек, родённый на землю, он должен найти Иисуса Христа. Поверить в Него. Что Иисус умер за наши грехи и воскрес. И будет судить этот мир по делам человека. Это не смех. Написано горе смеющимся ныне. Ибо вас плачете и возрыдаете. Блажены плащащие. Ибо они утешатся. Иисус Христос умер за нас по любви своей. Не умер. Это всего лишь легенда. Это всего лишь враньё. Вы по-русски хорошо говорите? Да. Ну, поэтому не ругайтесь. За каждое слово перед Богом отвечать на суде Божьем придётся. Я чувствую, что не придётся очень много. Ни слова плохого никогда нет. Если я не верю в Бога, то... Ну, не веришь, это значит, человек живёт в грехе. К чему ему не верить-то? Потому что боится суда Божия. А я не верю. А отрицание суда Божия-то ни к чему не приведёт, как только к греху. Лермонт писал ещё. Есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судей, а он ждёт. Он недоступен звону златой. И мысли, и дела он знает наперёд. Получается, я очень огромный разврат. Значит, напрасно живёшь. Если не уверуешь в Бога, пожалеешь, за чем родилась. Самое главное в жизни – это учёба. Учёба? Чему учёба? Как спрятаться, чтобы налоги не платить? Дома строить, делать жизнь... Ну и строй. Саркет тоже ни к чему. Ну сколько вы домов построили? Вы говорите строителю, который всю жизнь строил. А мне 80 лет. И я такой цели не ставил. Хотя выработка была по 300%. Кого караулишь? Тут ничего нету. Тут мусульмане блудливые, люди голые. Тут ничего нет, кроме разврата? Это Содом и Гаморра. Кроме разврата? Ничего тут нету. Мужики открыто занимаются блудом, анонизмом. Чем попало? Эта рулетка составлена, знаете кем? Вот эта, что рулетка. Мальчишка, 17-летний, Андрей Тарковский, двоечник. Он говорит, кроме двоек у меня ничего не было. Я понял, экзамены не сдать, надо что-то придумывать. А вы тут кинулись. Конечно, плохо, что есть такая рулетка. Но она как пену собрала всех блудникам сюда. И они день и ночь караулят на вахте. Хоть ночью зайди, хоть днём. Ну да, в принципе. Тут ничего больше нет, один разбрат. Блудодейство. Стромота, даже запах вонющий отсюда слышно. А вы, получается, очищаете это место? Мы пришли сюда людям рассказать о Боге. Вытащить из этого ущелья тьмы и мрака. Я уже 88 дней здесь нахожусь. 450 роликов составлено. В смысле роликов? Ну, записываем всё и показываем. Куда показывать? Ну, показываем людям, как не надо жить, как надо жить. А где показываете? Называется «Во свете Библии». Ютуб-канал. «Во свете…» Можно посмотреть? Запиши, а то сейчас мы уходим на молитву. «Во свете Библии» – Игнатий Лапкин. «Во свете…» Библии – Игнатий Лапкин. Обязательно указать надо. Вот если вы думаете по скайпу поговорить, вам Господь, допустим, по темечку стукнет, чтобы вы задумались, то меня найдёте в скайпе – Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет такой. Так. Христос воскрес. А вы можете меня не показывать? Так. Вы можете меня не показывать? Как тебе не можете показывать? Вы плохое ничего не говорили. Вам самим приятно будет на себя посмотреть. Другие женщины матерятся там, всё. Вы нормально, совершенно себя вели. Вам стыдиться нечего. Вас Господь не обделил ни красотой, ни чем. А верой вот надо выпросить у Бога. Почему меня красотой не обделили? Я же красивая. Я и говорю, не обделил. То есть Бог дал тебе красоту. И уши у тебя на месте, и язык есть. Спасибо. Так что давай, ищи Бога. Зайди на наш канал, а канал очень большой. 15,5 тысяч роликов. Хорошо. Вам будет интересно на самую себя посмотреть, как вы... Вот я-то в Барнауле нахожусь. У нас сейчас только расцветать начинает-то. Давай ещё раз. Вылезь оттуда, поговорим. А то я уходить буду. Я не люблю разговаривать с пустотой. Что ты раздеваешься? Ты оденься как следует. А дела зависят от того, знает ли человек содержание этой книги и живёт ли по заповедям Божьим. Вот такие у него дела. Меня как на Господа молишься, нет прям. Да. Вы считайте эту книгу. О! Ну, Библию, знаешь, я так, сон-сон, не особо верю. Плохо слышно. Далеко от вас. Да я говорю, в Библию особо не верю. Ну, не веришь, значит, грешник в аду будешь. Не зная закон, ты его нарушаешь. А нарушая ты погибаешь. Да блин, вот, скажи мне, дед, откуда вот у тебя вот это всё в голове? Так, ты можешь сейчас вот разговаривать, чтобы не материться? Так я сейчас не матерюсь. Не матерись, ни одного слова не говори, потом стыдно будет самому. Не сказал ни одного слова. Ну, я и говорю, предупреждаю заранее. Да. Так я и спрашиваю, почему, откуда это всё... Вы поближе к микрофону, станьте, чтобы слышно было. Зяк! Поможет. Блудникам Бог не помогает, а в огне будут гореть они. Бог не поможет и так. Как бы к нему не пришёл. Вот лицом вперёд. Это место блуда. Это Содом и Гаморра. Собрались тут одни прелюбодеи. А зачем вы тут сюда... Я тут не прелюбодействую. А чё ты делаешь? Сидишь, ждёшь, корм червям готовишь. Держи. Вот, надо верить. Я читал эту Библию сто раз. И чё там... Не сто раз. Вы ни разу её не читали. Не читал ни о её... Ваша физиономия показывает, что вы не умудрились в ней. А в чём там умудряться-то, интересно? А тем, чтобы жизнь вечную иметь. Христа любить Бога. А тут только едят и пьют, едят и пьют. Блудники собрались одни. Я должен... Я не должен любить Христа. Я должен любить хотя бы своих... Ну, родителей там. Ну, жену. Да, жену. Жена вас увидела бы, голова на выставке сидишь, ждёшь, там, когда появится вонючка. Не, вы троллите меня или как? Надо. Не знаете такое понятие? Ну, что-то типа троллинг. Вы знаете, кто этот ролик составил? Этот канал. Кто составил рулетку? Я составил его. Значит, ничего не знаете и лжёте, ещё сидите при том. Злоди. Не, ну вы что за религию, что ли, за Христа спасителя? Лицо, говорит, не испорчено интеллектом. Пьют непрерывно день и ночь. Корм червям могильным готовят. А скажи мне, пожалуйста, Иисус Христос, это кто? Он, Второй Христос Святой Троицы, Бога-человек, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Хорошо. Вот, слушай. Так, поближе к микрофону. Поближе. А почему ты утверждаешь то, что Бог един? То есть ты думаешь, что есть только твой Бог? Как свой? Он один Бог? Не свой. Он единый, творец вселенной. Ну, понимаешь, у меня это Бог, макаронный монстр. Вот так вот. Если человек родился на Земле, у него должна быть определённая цель, как Валан говорит мастере Маргарите, ну хотя бы немного, хотя бы на тысячу лет вперёд. И вы думаете о том, что дальше будет суд Божий? Как отвечать за все слова? За каждое слово, которое мы говорим? За мысли, слова и движения? Тогда разговор идёт сразу по-другому. А я не верующий, я атеист. Но это означает, ты беззаконник и преступник. Это всё. А почему люди не могут иметь собственного мнения? Плохо слышно вас. У вас микрофон поближе возьмите. Так. А почему люди не могут иметь собственного мнения об этом вопросе? А почему не могут иметь? Могут иметь. Они определяют, как свободное существо в рай или в ад. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нём. Евангелие от Яна, 3 глава, 36 стих. Не плохо. Только не ругаться. Ни одного слова плохого не говорили, чтобы... Тысяча людей вот смотрят вот так вот... Я говорю, вы можете сейчас разговаривать и не материться, чтобы ни одного слова не было. Плохого. Вам стыдно потом будет, если будете говорить плохие слова? Я им пока что никаких плохих слов и не говорил. Ну и хорошо. Я заранее предупреждаю. Но когда начнём разговаривать, вас начнёт какая-то сила толкать на матерки. Я уже 88 дней нахожусь здесь. Чатру редки? Да. А вы знаете, кто составил чатру редку? Кто придумал её? Ни один ещё не ответил. Мальчишка, 17-летний двоечник, Андрей Терновский. Он говорит, у меня, говорит, одни двойки были. Говорит, экзамен не сдать. Я решил думать и придумал в это место блуда. Это пена. Вся пена собралась в Содом и Гоморру сюда. Здесь ничего нету, кроме блуда. Вот так вот. Вы зайдите на наш YouTube-канал. Называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Это огромный-огромный канал. 15500 роликов. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. И вы там всё найдёте. Если у вас Бог пробудет вам мысли, и вы вздумаете, как продолжить разговор, тогда в скайпе зарядите Игнатий Лапкин, вы меня найдёте. Я один с этой фамилией. Спасибо. Спасибо.